Кроме цветов, прекрасную половину человечества сегодня поздравят и музыкальным сюрпризом. Александр Солодуха и телеканал «Беларусь-3» подготовили большой телеконцерт. Как проходили съемки, расскажет Дарья Тарасова. В студии «600 метров», где ежедневно снимаются такие топовые белорусские передачи, как «Клуб редакторов», «Форум», «Времечко» и «Добрые ранницы Беларусь» сегодня как никогда многолюдно. Здесь операторы, сценаристы, режиссеры, художники по свету и гримеры. В этот праздничный день в студию пришло много зрителей. Причина проста. Сейчас в ней снимается телевизионная версия праздничного концерта Александра Солодухи. Все участники готовятся к тракту. То есть прогоняют концерт согласно сценарию, ведь съемка должна пройти безукоризненно. Это первый сольный концерт в модернизированной студии главного медиахолдинга страны. Но впереди у студии «600 метров» еще целая серия перформансов. Артистам действительно есть где развернуться. Площадь экрана в высокой четкости разрешения 200 квадратных метров. Сегодняшним концертом Белтеля радиокомпания, можно сказать, открывает новую эру в работе белорусского телевидения. Современная студия, едва ли не самый большой экран в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Самые современные ПТС формата HD. Это техническое оснащение покажет практически все, на что способна сегодня белорусское телевидение. Самый главный день в году, международный женский день, 8 марта, праздник весны. Спасибо огромное Белтеля радиокомпании за приглашение действительно в чудесную студию. Звук шикарный, свет шикарный. Экраны, конечно, покоряют мировой уровень. В концерте «Это счастье» заявлено 17 уже полюбившихся композиций и даже две премьеры. «Черные вороны» и «Мы будем вместе». Они войдут в пластинку 2017 года. А вот графическое оформление готовилось под каждую композицию исполнителя. К слову, два года назад певец уже собрал Минск-Арену. Сегодня выступают тем же составом. Концерт авторский, и это лежит в его названии. Отсюда исходит и весь материал, и много фотографий семейных, много личного. Подготовка шла достаточно долго, потому что подбирался репертуар, подбиралась графика. То есть долго работали с личным архивом исполнителя. И, скажем, он такой достаточно по наполнению такой серьезный. Концерт живой, и это, естественно, тоже накладывает определенные на нас обязательства. Я думаю, что результат будет интересен. Мы сегодня выходим тем же составом, что и в Минск-Арене 8 марта 2014 года. Лучшие песни за все эти годы, за 29 лет работаем на профессиональной сцене. В следующем году артист отмечает творческий юбилей 30 лет на сцене. Телевизионную версию праздничного концерта зрители смогут оценить уже этим вечером на телеканале «Беларусь-3». Дарья Тарасова, Дмитрий Горкуша и Александр Берецкий. Агентство теленовостей.